Всем привет, ребят! С вами я, Кира, и сегодня я хочу помочь вам в выборе подарка своей девушке, своей женщине, может, просто подруге или жене, да, или просто девушке, которую вы хотите сделать приятно. Потому что, вот, допустим, я всегда заморачиваюсь с подарками, для меня всегда это сложно, и я всегда ищу что-то в интернете, блин, что же можно подарить там на какой-то, какой-то праздник. И я хочу вам с этим помочь, так сказать, привести вам несколько вариантов того, что можно подарить. Это довольно экономично, просто и очень-очень приятно. Ну, а если девушки хотят айфончики, машинки, квартирки и бриллианты, то это решать уже вам. Если у вас позволяет финансовое положение, то, пожалуйста. Если нет, то пусть девушка хорошо поработает. Ну, я вообще говорю про ваших девушек, но, господи, что я несу? Итак, ребят, начнем. Первый вариант, который мне нравится, это плед с рукавами. У меня такой есть, я вам скажу, это достаточно приятно, когда ты сидишь в зимний, холодный вечер, да, с чашечкой чая. То есть ты ручки засовываешь в эти рукава, и ты полностью получаешься укрыто. Это очень приятный и теплый подарок. Второй вариант, это тапочки. Тапочки не просто бабушкинские такие, тапочки старомодные. Нет, сейчас полно различных прикольных, вот таких, знаете, закрытых тапок. Это очень комфортно и уютно, ножки, особенно зимой. Третий вариант, это бокс со сладостями. В интернете просто кишит сайтов с этими различными бокс-сюрпризами, бокс-сладостями, бокс-косметиками. Пожалуйста, вуаля. Любой, какой захотите, косметика, сладости или просто бокс-девичий сюрприз. Четвертый вариант, это экзотическая фруктовая корзина. Я думаю, многие знают, что это такое. Пятый вариант, это подушка антистрессная. Такой не только приятно полежать, а такую приятно и помять. И помять может даже между ножек. Шестой вариант, достаточно хороший. Это сертификат из какого-то парфюмерно-косметического магазина. То есть девушка может пойти сама и выбрать, что ей надо на определенную сумму. Ну, на какую сумму вы ей подарите этот сертификат. Седьмой вариант, если ваша девушка любит сладкое, то можно подарить букет из различных конфет. Восьмой вариант, это обложка на паспорт. Если вы вдруг замечали одним глазом, что у девушки уже потертая обложечка или вообще паспорт без обложки, можно подарить обложку на паспорт. Ну, если вы знаете, конечно, ее вкусы, если вы знаете, что ей нравится. Девятый вариант, это органайзер для косметики. Очень полезная штука. Даже если у девушки есть уже такой, можно подарить еще один лишним. Он, поверьте, никогда не будет. Десятый вариант, это красивый женский кошелечек. Но запомните, что кошелечки без денег дарить нельзя. Если вы дарите кошелек, то положите туда какую-нибудь красную купюрочку. Одиннадцатый подарок просто замечательный. Каждая женщина это оценит. Поверьте. Но если вы чересчур ревнивый, то такой подарок делать не стоит. Это сертификат на массаж. Боже мой. Месяц массажа, и девушка просто оживет. Девушка просто расцветет и скажет вам огромное спасибо. Ну, не месяц массажа, а курс массажа. А там как получится. Двенадцатый вариант, это хороший кофе или хороший чай. Но я не говорю о том, что куплено в магазине Магнителя в пятерочке Нест Кафе. Нет, именно хороший, купленный в зернах кофе, молотый, да. Вы его помолите там сразу же. И также хороший чай. Это отличный подарок, я вам скажу. И тринадцатый подарок. Он нужен абсолютно всем девушкам, абсолютно всем. Но вам нужно знать, есть у нее это или нет. Это зеркало с подсветкой. Оно стоит, многие думают, что оно дорого стоит. Нет, это зеркальце маленькое с подсветкой. Стоит, ну, около тысячи рублей. Ну, не дороже, там, меньше даже, может, рублей 700 оно стоит. Но это очень хороший подарок. Поверьте, девушка этим будет пользоваться всегда. Вот мне, допустим, тоже не хватает зеркала с подсветкой. И на этом, ребят, все. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А также предлагайте в комментарии темы для следующих видеороликов. Потому что я всегда к вам прислушиваюсь. Также не забывайте подписываться на меня в Инстаграм и в ТикТок. Где каждый день обновляется лента, обновляются фотографии и видео. Я вас всех там жду. А также не забывайте про закрытые группы ВКонтакте. Ну, все, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Ну, а с вами была я, Кира Найт. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok